Постарайтесь не отвлекаться ни на что, постарайтесь внимательно слушать, и те, у кого будут вопросы, вам большой респект, потому что вопросы задают те люди, которые, в принципе, вникли, да, и мозг у них заработал. Вот, да, запись будет, вот сейчас я включил, честно говоря, с телефона ни разу не делал запись, но она идет в облако, поэтому, надеюсь, все получится. Заявленная тема, да, это пять шагом на старте, и постараюсь сегодня эту тему раскрыть, но буду рад ответить на ваши вопросы. Почему именно я могу эту тему раскрыть? Потому что смело скажу, что в этом бизнесе я уже более 10 лет, и мы как-то с женой даже общались, оказывается, мы очень долго, ну как очень, все относительно, но довольно-таки долго, и имеем определенный опыт. Доу-лайф – это наша не первая компания, и, может, кого-то это отпугнет, но, на самом деле, мы уже достигли определенного успеха другой компании, но, поверьте мне, когда мы приходили в Доу-лайф, это был осознанный выбор, и большинство критериев, которые вот были для нас, ну, главными в Доу-лайф, они сошлись вместе. Это очень редко бывает. Поэтому очень, ну, призываю многих, когда вы общаетесь со своими людьми, которые сомневаются, вы просто, ну, четко на бумаге запишите, плюсы и минусы. Недавно общался с одной девочкой, она мне там, она блогер, она писала мне в личку, редко блогеры мне пишут, честно скажу, но она писала, и она говорит, что вот Доу-лайф, как бы для моего, она выбрала другую компанию, но кто-то ей предлагал Доу-лайф два года назад, но вот для моей репутации, у нее там почти 200 тысяч подписчиков, для моей репутации, она сказала, я подумала, что Доу-лайф, ну, как-то мне может навредить, да, то есть рекламодатели будут давать какую-то мне меньше заказов, да, на рекламу. Вот, хотя я ничего не ответил, но потом немножко это переварил, и знаете, она рекламирует масла, ну, есть такие компании, несколько, ну, короче, масла. Это сетевой маркетинг. То Доу-лайф со своим софт-маркетингом, да, для нее был бы более выгодный. Это вот я уверен на все 100%, потому что Доу-лайф настолько многогранная компания, что здесь есть очень много разных подходов, через которые можно зайти к нашему потенциальному партнеру, так, принимая людей. В этот момент обычно рассказывают свою историю, но я думаю, что здесь люди в основном все, которые знают меня и, в принципе, знают и мою супругу Викторию, поэтому историю не буду рассказывать, но хочу, чтобы вы понимали, что то, о чем я буду говорить, это не просто какая-то теория, а это практика. Ну, я думаю, можно начинать, да, уже отдали 8 минут на сборы. Что важно? На самом деле старт – это, наверное, 80% успеха. Ну, цифры можно менять, конечно, но большую роль играет старт. Сейчас поставьте, кстати, плюсик, поставьте, наверное, знаете что? Лучше давайте в цифрах поставьте, пожалуйста, в чат, сколько вы, как давно вы находитесь в Доу-лайф. Если вы там находитесь 2 месяца, ставьте там 2 месяца или там год-два, кто сколько. Мне будет очень интересно, чтобы я мог, ну, плюс-минус оценить, кто у нас, кто наша аудитория, потому что люди абсолютно разные и в любой момент, на самом деле, человек может сделать рестарт в бизнесе и, более того, я вам скажу, что, как правило, люди, которые добились большого успеха, в принципе, в нашем бизнесе, ну, в нашей индустрии, да, потому что для себя нужно открыть, ну, скажем так, веру в несколько таких моментов, да, чтобы, скажем так, строить этот бизнес, нужно поверить. Если ты сам не поверил, то тебе тоже никто не поверит. Первое, что нужно поверить – это в саму индустрию. Она работает, она работает уже много-много лет, да, уже там порядка 60 или даже более лет, и она растет. Это можно проверить, кто был на прошлом моем вебинаре, я показывал даже, где проверить, есть официальные ассоциации, и европейская, и международная. То есть нужно проверить, увидеть, что компании-пионеры в этой отрасли, они растут, они состоялись, очень много людей уже состоялось в этом бизнесе и заработали не только себе, а я вам скажу, более того, уже их дети, даже их внуки зарабатывают деньги благодаря тому, что когда-то, 50 лет назад, их дедушка построил этот бизнес. И такие примеры мы знаем, и они есть у нас, в том числе и в нашей стране, и в Украине. Да, это компании, которые уже как бы у всех на слуху, но они были пионерами, первопроходцами. Доу-Лайф в этом плане, ну, скажем так, новичок. Но Доу-Лайф уже не тот новичок, который, знаете, вот в зоне риска. Обычно компании первые пять лет – это зона риска, потому что в течение пяти лет 95% компаний выпадает. Они просто не могут продолжать дальше, они закрываются. Доу-Лайф уже прошел этот период, и это здорово, да, потому что Доу-Лайф уже там более семи лет. И это здорово, когда мы принимали решение, был как раз такой период, да, вот компании было около пяти лет, и были определенные сомнения. Но, к счастью, мы пообщались с руководством, пообщались с топ-лидерами в Польше, и мы приняли решение, поняли, что мы рискнем, и мы не ошиблись. Что важно, когда человек стартует? Ну, во-первых, мы стартуем не в компанию, а, скорее всего, в команду того человека, который нас пригласил. И очень часто об этом говорят, да, что это бизнес отношений, что здесь важно, кому ты попадешь, кто твой спонсор, да, ну, скажем так, кто тебя пригласил в этот бизнес. И, вы знаете, вот та девочка-блогер, про которую я говорил, вот, ну, она так сказала в двух словах, что ей предложили, но она не увидела какую-то вот для себя ценность. Ну, скорее всего, тот человек, который ей предложил, скорее всего, ну, скажем так, он себя не смог продать, не компанию, а себя, потому что, прежде всего, мы стартуем к человеку. То есть мы присоединяемся к человеку, а потом уже к бизнесу. Поэтому очень важно каждому новичку, который стартует в этом бизнесе, нужно понимать, что вам нужно максимально взаимодействовать с вашим спонсором. И первое, что нужно сделать, вы должны построить правильное отношение с вашим спонсором. Когда я буду говорить спонсор сегодня, я имею в виду вашего активного спонсора, вашего наставника, который работает с вами. То есть это тот человек, который, ну, возможно, это не тот человек, который вас пригласил в бизнес. Может быть, в бизнес вы пришли где-то с интернета, не знаю, у кого-то там из блогеров, перешли по ссылке, попали в чат, где таких, как вы, там, тысячи, но кто-то с вами работает. И тот человек, который вас пригласил в бизнес, возможно, он неактивен, или, может быть, он выпал, может быть, он уже вообще в другую компанию пошел. Такое часто бывает. Это нормально, то есть люди, как бы, сейчас огромный выбор. Но если вы приняли решение развиваться с Доу-Лайф, строить здесь карьеру, то вы должны найти себе наставника. Важно, чтобы этот наставник был активный, то есть тот, который строит бизнес. Не просто, там, знаете, там, пользуется продуктом и, там, иногда выкладывает какой-то сториз. Нет, это тот человек, который активно строит бизнес, он практик бизнеса. Вот, очень важно найти этого спонсора. И здесь важно понимать, что не вас спонсор ищет, а вы должны его найти. Спонсор достается тому, кто его достает. Есть такое выражение. Поэтому вот эта излишняя скромность и, может быть, знаете, иногда люди думают, что вот сейчас я такой важный, я пришел в бизнес, и сейчас должны все, короче, ко мне прийти и помочь мне строить бизнес. Нет. Вы должны стучаться к вышестоящему спонсору и показать ему прежде всего, что вы стоите, скажем так, внимания, что у вас есть определенные амбиции, вы готовы работать, потому что балабола… Я сегодня, знаете, все партнеры, я буду говорить, как есть, балабола в нашем бизнесе хватает, которые приходят, в грудь себя бьют, да я сейчас порву тут бизнес, короче, всех подключу, и там, я буду самый крутой. Ребят, как правило, такие люди сливаются так же быстро, как подснежники, которые приходят в спортзал после, ну, с ближайшим солнцем, да. Я думаю, те, кто связаны со спортом, они знают, кто такие подснежники. Это те люди, которые, как только сходит снег, они приходят в спортзал, но через неделю уже их нет. Они хотят быть красивыми, да, выглядеть хорошо, но это быстро заканчивается. Точно так же в нашем бизнесе. В нашем бизнесе добиваются люди успеха, которые четко, дисциплинированно делают простые действия, но они это делают, невзирая на какие-то сложности, невзирая на какие-то трудности там жизненные. Они берут на себя ответственность. Это важно. И мне, как спонсору, для меня есть определенные показатели. Если человек стартанул, и он держит свое слово, например, я уверен, что на этот вебинар должно было бы прийти намного больше партнеров. Вот согласитесь, да? Я уверен, что сейчас каждый из вас, кто спонсор, у вас есть какие-то партнеры, по каким-то причинам они сюда не пришли. То есть я не говорю, что они балаболы, да, но, возможно, это причины какие-то важные, да, то есть по каким-то причинам они не смогли попасть сюда, но если человек пообещал и не пришел, это уже как бы звоночек того, что, ну, он не сдержал свое слово, да. Если человек не выходит на связь и не делает какие-то договоренности, ну, значит, это, возможно, не сейчас. Я вам не говорю, что это человек, с которым нужно не держать отношения. Нет. Нужно отношения налаживать, но сейчас не время, ну, скажем так, не его время. Возможно, придет его время, да, и этот человек станет этим вице-президентом, как Томаш Забава или, может быть, там, генеральным директором. Вот, но сейчас время найти другого человека и работать с ним. Поэтому первое, что нужно сделать, наладить отношения с вашим спонсором. То есть первое, вы прям, вот вы новичок, допустим, да, вы звоните вашему человеку, кто вас пригласил, или пишите ему, и спрашиваете, с кем я могу пообщаться по поводу бизнеса. Кто мне может помочь, кто станет моим проводником в этом бизнесе, у кого уже есть какие-то результаты. Вот, и таким образом, если человек вам говорит, ну, у меня пока нет результатов, я только думаю, ну, как бы классные продукты. То есть вы понимаете, что человек не особо в теме. Вы говорите, свяжи меня с тем человеком, кто в теме. Кто строит бизнес, кто добился результата. Вот, он вас обязательно свяжет с этим человеком, вы попадете в чат, вы, скорее всего, есть в чате своего активного спонсора. И ваша задача попасть к нему на консультацию. Что такое консультация? Ну, то есть вы должны понимать, что у активного спонсора таких, как вы, достаточно много. И вы должны показать своими, ну, скажем так, намерениями, что вы хотите строить этот бизнес. Если вы проконсультируетесь с вашим спонсором, и вы с ним договоритесь, что он вас будет вести, то вам обязательно нужно пройти стартовый тренинг. Что такое стартовый тренинг? Стартовый тренинг – это, ну, так называемый контракт. Да, у нас в системе «Десяти шагов» на нашем навигаторе есть пункт, да, и он называется «Контракт». Это когда вы договариваетесь с вашим спонсором о определенных, ну, скажем так, взаимоотношениях и берете на себя определенные обязательства. Вы становитесь ключевым человеком. Ключевой человек – это тот человек, его еще называют человек с обязательствами. Кто такой ключевой человек? Это тот человек, который ежемесячно делает свою личную активность. То есть он делает заказ. Ключевой человек – это тот человек, который пользуется продуктом. То есть вы не просто делаете этот заказ, но вы пользуетесь этим продуктом. Вы знаете вкус и цвет хлорофила. Вы знаете, что бутылки нельзя оставлять не в холодильнике. Вы знаете, ну, хотя бы, я не говорю, что вы должны стать специалистами в продукте, но у нас есть специалисты, которые действительно профессионалы своего дела. И во вторник у нас есть такие вебинары, у нас есть чат «Здоровье с Деолайф», поэтому там есть специалисты. Но вы должны хотя бы ориентироваться в продукте, и вы должны его сами употреблять. Вы должны получить какой-то, в идеале, получить свой результат по продукту. Чуть позже я буду говорить про результат по бизнесу, но результат по продукту – это тоже, он, по крайней мере, вас оставит в бизнесе намного дольше. Потому что если вы получаете результат, вы сможете эмоциями поделиться. Поверьте, люди идут на эмоции определенные. То есть то, что вы будете человеку говорить, если это не подкреплено какой-то действительной эмоцией, это будет сухо звучать. И вот почему новички классно обычно рекрутируют? Потому что они горят. У них есть прям вот эта вот эмоция, они получили какой-то результат, они побывали на событии, все, они горят, у них нету здесь в голове, знаете, каких-то таких сомнений, и это работает. Но когда человек уже проходит какие-то, набивает свои шишки, у него появляются сомнения, он становится слишком умным, у него есть какие-то отговорки, сам себя придумывает, и у него он уже прошел там большое количество нет, определенной неудачи. Знаете, есть такая определенная яма, когда вначале вот ты растешь-растешь, а потом у тебя идет спад. Вот спад, те люди, которые давно в бизнесе, они понимают, о чем я говорю. Этот спад важно пройти, и потом будет рост, рост, который вам даст хороший результат. На самом деле мы растем как раз в сложные времена, потому что в сложные времена большинство людей сдаются. И вот я знаю, что в бизнесе есть, ну, бывают моменты, когда бизнес падает, когда ты остаешься сам, когда твои партнеры уходят, и если ты не складываешь лапки и ищешь новых партнеров, то ты не сдашься. И ты, если ты не сдаешься, то твой бизнес потом станет намного крепче, ты найдешь своих ключевых партнеров, тех людей, с которыми ты построишь бизнес на века. А первые партнеры могут выпасть, это нормально, абсолютно. Сегодня, как я сказал, да, я буду говорить вещи для партнеров, поэтому буду говорить, ну, скажем так, я не буду приукрашать этот бизнес, потому что он достаточно хорош, и не нужно его украшать. Хотя иногда делают новички, они слишком приукрашают наш бизнес, и тогда люди, ну, знаете, они начинают уговаривать, они начинают приписывать какие-то небылицы этому бизнесу, и я не люблю, честно скажу, когда начинают придумывать всякие басни, слишком уж его приукрашать. Этот бизнес такой же, как и другой, со своими плюсами и минусами, но этот бизнес один из немногих, который позволяет без какого-то серьезного капитала, без серьезных каких-то навыков и знаний прийти к очень хорошим доходам. Поэтому я считаю, этот бизнес более чем классный, и поэтому приукрашать его не стоит. Но адекватные люди очень часто их это отпугивает, когда начинают бизнес приукрашать. Когда говорят, мы за тебя все сделаем, ты только заходи, мы тут под тебя людей подпишем и так далее. Ребят, ну, это неправильно. Поэтому, если вы подключились и первым делом наладили отношения с вашим наставником, вы пошли на стартовый тренинг, это уже будет большой-большой плюс. И это такой пункт, который, наверное, самый важный. Потому что партнера у вас будет много, сотни, может быть, тысячи у кого-то, но спонсор у вас один. Поэтому вам важно с ним наладить отношения. Второе, что я, наверное, выделю как пункт, на самом деле я сейчас в голове придумываю эти пункты, но не то, что придумываю, я выделяю их. То есть у меня нет плана, говорю как есть. Крайне важно, и многие люди это недооценивают, особенно новички не понимают, насколько это важно, научиться делать промоушен вашему спонсору. Поставьте, пожалуйста, плюс, кто понимает, о чем я говорю. И минус, если вы вообще не понимаете, не одупляетесь вообще, о чем он говорит. К какому промоушене вообще речь. Вот плюсы и минусы хочу увидеть. Я пока зачитаю, здесь есть люди, я вижу вот в основном там кто-то 2 года, 2 месяца, месяц, 10 месяцев, 2 месяца, 2, 3 месяца, полтора года. Отлично. Так, я вижу плюсики от Гриши. Ну, Гриша, это наш ключевой партнер, это мастер. Он обычно дает эту тему. Гриш, ну я у тебя сегодня чуть-чуть, я подслушал у тебя и кое-что расскажу. Так, я вижу большинство плюсов, но есть и минусы. Вот пошли минусы. Супер. Ребят, поэтому те, кто поставил минусы, для вас это прям особенно важно, но я вам скажу так, эту тему я не смогу раскрыть в полном объеме, но хотя бы вот постараюсь, хотя бы немножко вам показать, показать вам, что это такое. Промоушен вашему спонсору – это то, это, грубо говоря, в кавычках, продажа вашего спонсора. То есть, что такое промоушен? Это… Сейчас людей принимаю, так тяжело отвлекает, постоянно все в зале ожидания, нужно их принять. А что такое промоушен? Это придание… Вот прям можете записать это себе. Промоушен – это придание ценности тому, что позитивно влияет на ваш бизнес. Вот прям дословно можете записать, если не понимаете, о чем это. Промоушен – это придание ценности, возвышение, продажа, в кавычках, в хорошем смысле слова, всего того, что позитивно влияет на ваш бизнес. А теперь поставьте, пожалуйста, напишите в чат, что позитивно влияет на ваш бизнес, что помогает вашему бизнесу расти, что нужно промотировать. Сейчас прям буду смотреть чат. Вот напишите в чат, что по-вашему позитивно влияет на ваш бизнес. В нашем бизнесе, к сожалению, ты не можешь быть начальником. Почему я говорю к сожалению? Потому что уже имею определенный статус и уровень, и когда я это понимаю. Потому что здесь уже есть огромная структура, которой ты не можешь приказать. Ты не можешь ему, ну, этой структуре, знаете, как-то оштрафовать за то, что он не пришел сюда на вебинар. Ты не можешь оштрафовать или там, я не знаю, уволить кого-то, если что-то он не делает. Мы, все свободные предприниматели, мы пришли сюда за свободой. Нам хватает, как бы, таких людей на работе. Нам хватает начальника там. А мы пришли сюда за свободой. И иногда это настолько расслабляет, что мы расслабляемся, и мы ничего не делаем. Именно поэтому, знаете, очень важно, чтобы была определенная такая иерархия. Сейчас, пока вы пишете, я вам такое вводное слово говорю. Так, вот я сейчас зачитаю, что вы говорите. Так, вот поддержка, репутация, якисть. Еще раз повторю, промоушен – это придание ценности тому, что позитивно влияет на ваш бизнес. Вот придание ценности чему? Вот придание ценности поддержки? Чуть-чуть неправильно вы, наверное, поняли мой вопрос. Придание ценности репутации, якости? Ну, наверное, тут надо больше раскрыть. Коммуникабельность – это навыки вы перечисляете. У меня влияет мой личный результат и команда, в которой я нахожусь. Да, вот это уже ближе. Продукты его влияния на качество жизни. Так же ближе. Вот здесь уже, да, то есть вы можете придать ценности, грубо говоря, продать продукт, реклама. Немножко не то, что я хотел бы от вас услышать. Ребят, я вам сейчас расскажу маленькую такую историю. Я думаю, вы поймете, о чем я. Когда-то на заре, когда я только начинал свой светевой бизнес, мой спонсор, мы приехали в Запорожье и мы приехали провести там несколько встреч. Ну, это соседний город с нами. И вы знаете, вот так получилось, что он пригласил тоже своего старого знакомого, а мы приехали на моей машине. У меня тогда был 10-й ланцер, я только с салона его забрал. Я так прям гордился. Ну, короче, классно. Я был, я бармен. В то время у меня были свои курсы. Я стал чемпионом Украины на заре. Съездил в Италию, занял там шестое место на международном финале. Короче, я был крутым барменом. И Саша, мой спонсор, он занимался там строительством. У него было много разных направлений. Ну, прям, я не скажу, что он где-то состоялся очень круто. Но в своем окружении его как бы знали. Ну, Саша хороший парень. Пришел его какой-то старый знакомый. И вот как сейчас помню, я сижу за рулем, вот как сейчас в машине своей, сижу в своей машине, а Саша сидит рядом. И приходит его кандидат и садится сзади. И он говорит, Саня, а что ты мне хотел рассказать? А он говорит, это не какой-то там прамвейт или какую-то сетевуху, какую-то ерунду. Ну, и Саша пытается там как-то, знаете, увильнуть, там сказать, слушай, ну, как бы, ну, это не ерунда, это нормально. Короче, он начинает его там всячески, ну, скажем так, принижать его достоинства. В том плане, что не его достоинства, а в том, что, ой, да у нас там, короче, на селе, он живет где-то в пригороде Запорожья, у нас там, короче, какой-то ерундой, с сетевухой занимаются, это люди, короче, какие-то пропащие. Короче, негатив, негатив, негатив. И вот Саша ничего не мог ставить, потому что он Сашу хорошо знает, они с детства там дружили. Это было до тех пор, пока вот какой-то момент Саша, не говоря, вот я тупо сижу и молчу, я же не знаю, кто это такой. И вот какой-то момент Саша говорит, как ты думаешь, вот серый, с которым я тебя познакомил, вот он чемпион Украины по флэрингу. Знаешь, что такое флэринг? Не, не знаю, это такое жонглирование бутылками. Он недавно вернулся с Италии, он занял там шестое место, он купил себе с салона, вот машину, мы мне сидим, новенькая. Смотри, вот у него там своя школа бармена, вот как думаешь, вот такой человек, как Сергей, вот он что-то здесь увидел, но тот человек, знаете, на какое-то мгновение он закрыл свою, скажем так, рот, да, и открыл свой мозг. Как ты думаешь, вот он приехал там за 80 километров сюда, ну не просто так, наверное, если бы это была какая-то ерунда, какая-то фигня, как ты говоришь, ну наверное, вряд ли бы он бы сюда приехал и уделил бы этому вниманию, да. Короче, суть была в том, что он сделал мне промоушен, хотя в принципе он был моим спонсором, я ему должен был делать промоушен, но в его случае сработало третье лицо, и получилось так, что этот человек закрыл свой рот, открыл свои мозги, он выслушал, да, он не подключился в бизнес, но по крайней мере он выслушал, да, я сказал пару слов, но получилось так, что Саша меня, ну как бы продал ему, да, и это так сработало, это называется промоушен, и вот сейчас, еще раз я хочу вам сказать, да, что чему нужно делать промоушен, промоушен делается тому, что хорошо влияет на ваш бизнес, да, вот здесь натуральность продукта, здоровье, пассивный доход, окружение, свобода действий, это все важно, но поверьте мне, самый важный промоушен должен быть вашему спонсору, если сейчас вы не понимаете, вы просто это запишите, я вам, я не смогу вам полностью открыть это все, но поверьте мне, у вас один спонсор, который будет с вами всегда, но у вас будет полно партнеров, у вас один спонсор, который сможет построить бизнес вместе с вами, и вот здесь, вот в этом примере, который я вам сегодня привел, да, Запорожье, я надеюсь, вы поймете, почему важно третье лицо, потому что, когда вы идете к своим знакомым, они вас знают, они знают, как вы там вместе с ними когда-то пили пиво, они знают, как вы там терпели какие-то неудачи, они знают, как вы там двойки получали в школе, поэтому они вас не воспринимают как бизнесмена, как предпринимателя, как человека, который что-то может дать им большое, вот, это, конечно, касается, особенно людей, которых нет каких-то заслуг там в своем окружении, особенно это важно тем людям, которые, ну, не предприниматели, не директора, не начальники, таких большинство в нашем бизнесе, поверьте мне, да, конечно, если вы предприниматель, если вы уже сделали несколько бизнесов, состоялись в жизни, вы, может быть, начальник большой, у вас подчинение, куча людей, да, вы запустили там, я не знаю, очень много каких-то удачных проектов, возможно, вы, в принципе, и без спонсора можете это сделать, но, в принципе, вы можете состояться в любом бизнесе, скорее всего, но таких меньшинство в нашем бизнесе, если вы обычный человек, без каких-то больших, там, каких-то серьезных заслуг, то вам особенно важно третье лицо, это тот человек, который будет делать вместе с вами бизнес, особенно на первом этапе, особенно с первыми людьми, которые, вот ваши знакомые, ваши близкие, иногда люди говорят, я вот сначала добьюсь успеха, а потом пойду к знакомым, ребят, это, знаете, вот вы ставите телегу впереди лошади, подумайте сами, если бы вы нашли что-то хорошее, кому вы, в первую очередь, бы рассказали? Ну, вряд ли бы рассказали какому-то незнакомому с Инстаграма, правильно? Ну, согласитесь, то есть, скорее всего, вы подсознательно что-то, ну, саботируете сами себя, наверное, что-то здесь не то, если вы рассказываете постороннему, а не рассказали до сих пор своему там, какому-то хорошему знакомому, то есть, скорее всего, у вас есть какие-то сомнения, над которыми нужно работать, опять же, спонсор вам в этом поможет, опять мероприятие, вот такие вебинары вам в этом помогут, конечно, ваши результаты тоже помогут. Сейчас загляну в чат. Ребят, по поводу промоушена. Главный промоушен вашему спонсору. Кому еще нужно делать промоушен? Вашей всей спонсорской линии. То есть, вы должны делать промоушен всем, потому что, поверьте, вы сейчас здесь, в своем городе, но, допустим, ваш спонсор есть в Киеве, да, у вас там могут быть знакомые, вы можете сделать промоушены и связать с киевским вашим спонсором. Ваш спонсор обязательно есть в Варшаве, да, это Александр Козулин с Маргаритой. Вы можете их связать с какими-то знакомыми, которые сейчас в Польше, сейчас очень много людей в Польше, да, вы можете связать с Гитмаром или с Петром Готовицким, да, вы можете связать с Томашем Забавой. Конечно, таких спонсоров очень легко промотировать, да, потому что у них есть крутые результаты, но, поверьте, вы должны научиться промотировать того человека, который только пришел в бизнес на неделю раньше, чем вы. То есть, вашего спонсора, который тоже с горящими глазами работает вместе с вами. Поверьте, это намного сложнее. И вам домашнее задание. Кто активно, кто действительно работает, да, сейчас, я надеюсь, здесь люди, которые, ну, не пришли просто так послушать, а которые хотят результата. Домашнее задание, запишите, пожалуйста, напишите спонсору вашему промоушену и отправьте ему, пусть он подкорректирует. И это ваша задача. А вам, как спонсору, если вам присылают промоушен, вы, не нужно включать, скажем так, скромность, вы должны четко подкорректировать, чтобы это не было, знаете, преувеличение какое-то, но чтобы это было, ну, буквально, несколько предложений, ну, каких-то грамотно составленных. Например, что я могу сказать про своего спонсора Александра Еремчука? Я могу сказать, что мне повезло, потому что я нахожусь в команде человека, который уже имеет огромный опыт и создал огромный бизнес. У него опыт более 20 лет в этом бизнесе и структура, которая создает его оборот, уже насчитывает там более 10 тысяч человек. Если бы я делал промоушен человеку, который мне непосредственно, подписал это Анжела, да, она не строит бизнес, то я бы сказал по-другому, да, но если бы она строила бизнес и мне нужно было бы ее представить кому-то, я бы сказал, Анжела это человек, который в этом бизнесе очень классно коммуницирует с другими людьми, она обучается на международных семинарах, да, я не соврал, поверьте, ни в первом, ни в втором случае, она обучается на международных семинарах, она очень классно имеет результаты по нашему продукту и помогла большому количеству людей получить такие же результаты, и сейчас она помогает мне в бизнесе, то есть я ничего плохого не сказал, да, я сказал хорошие вещи, я акцентировал какие-то, ну, хорошие вещи, ну, в любом человеке можно найти что-то хорошее, это классное качество, когда вы умеете найти что-то хорошее, и если вы скажете про вашего спонсора, который недавно в бизнесе, что-то хорошее, это банально, что он хороший семьянин, у него там, я не знаю, он отец там двух детей, и он сейчас классные цели поставил, мы вместе с ним делаем этот бизнес, да, то есть уже что-то хорошее вы сказали, не нужно преувеличивать, не нужно говорить, что он миллионер, потому что, если он не является миллионером, да, человек сразу это раскусит, он увидит там, ну, не знаю, обратить внимание на какие-то аксессуары и скажет, слушай, ну, что ты мне тут рассказываешь, наваливаешь, у него там, ну, он не соответствует, поэтому нужно говорить какие-то хорошее качество, но не преувеличивать, поэтому вам домашнее задание, буквально в несколько предложений составьте промоушен вашему спонсору, то, как вы будете его представлять, если вы будете на тройной встрече, сейчас я расскажу, что такое тройная встреча, это когда вы приглашаете своего кандидата и своего спонсора, это может быть в зуме, это может быть лично за чашкой кофе, что является, конечно, намного эффективнее, да, но в связи с карантином мы в разных странах, в разных городах, ну, не всегда это получается, то есть, то, как вы будете представлять этого человека, это называется промоушен, кому еще нужно отдавать промоушен, что нужно еще промотировать, конечно, нужно промотировать компанию, да, то есть, нужно что-то хорошее говорить о компании, нужно промотировать продукт, нужно, нужно, нужно промотировать наше мероприятие, вот, поверьте, если бы, вот сейчас эту ссылку вам не скинули в зум, в чат, да, и сказали, заходи. А если бы вам позвонил ваш спонсор и сказал, ты знаешь, сегодня выступает, сегодня у нас на Zoom будет Сергей. Это человек, который уже более трех лет в DoLife, они с Викой получили, с женой получили автомобиль. У него в команде более тысячи человек. Он уже запустил большое количество людей. Эти люди уже достигли успеха. И я уверен, что сегодня будет тот Zoom, который тебе нужен. Поэтому обязательно зайди на него. Вот если бы вы сделали так с каждым вашим партнером, как вы думаете, больше людей было бы на этом Zoom? Я уверен, больше. Поверьте, я думаю, каждый из вас это понимает. Поэтому очень важно делать промоушен правильным вещам, которые влияют позитивно на ваш бизнес. И это второй такой важный пункт, о котором я сегодня говорю. Я надеюсь, что сегодня я говорю с людьми осознанными, которые понимают вообще, о чем идет речь. Я надеюсь, здесь нет новичков, которые знаете, пришли еще и совсем не понимают, о чем речь. Да, вот Гриша говорит, спонсорская линия, обучающие материалы, компания, это все влияет позитивном ключе на наш бизнес. И это все, этому всему нужно делать промоушен. И поверьте, чем больше вы будете в этом бизнесе, тем больше вы будете понимать, насколько это важно. Вот промоушен это все. Промоушен мероприятиям, промоушен вебинару, промоушен какому-то событию, промоушен вашему спонсору, это вот все влияет позитивно. Отсюда выходит другой факт, негатив. Поверьте, негатив в 16 раз быстрее распространяется, в 16 раз сильнее влияет на ваш бизнес, чем позитив. Именно поэтому вы видите негативные новости в интернете, на телевидении, в журналах, в газетах, везде негатив. Почему-то? Потому что негатив больше распространяется, на этом больше люди фокусируются. Поэтому, если у вас хоть какой-то негатив, знаете, негатив можно на самом деле даже не словами, а своими действиями сделать. Если вы сказали, что какой у вас спонсор классный, все супер, но вы каким-то образом показали свое неуважение, или вы там отвернулись, я не знаю, или вы там, ну не знаю, не уступили место, не принесли стакан воды. Это все мелочи, но это настолько сильно влияет, что даже тяжело представить. Если вы показали какой-то антипромоушен, я так назову, это вот прям моментально разбивает все, что вы сделали правильного. Поэтому очень важно запомнить правила. Вот вы, конечно, кто еще новичок, кто не читал книги по МЛМ, кто не понимает, вот просто запомните и запишите себе. Негатив вверх, позитив вниз. Негатив вверх, позитив вниз. Вот это прям очень важно. Если у вас появляются какие-то негативные мысли, там, я не знаю, товар задержался, там, пришла бутылка, там, я не знаю, поцарапанная, какой-то товар не доложили, ну там, меньше его или там не положили в вашу посылку. Короче, не знаю, вот любой негатив, ни в коем случае нельзя его опускать вниз своим партнерам. Ребят, потому что это все приумножается и на 20 глубине это будет просто там катастрофа. Вы таким образом можете просто разрушить свой бизнес. Вы просто поднимаете его вверх, вы говорите вашему спонсору, слушай, у меня тут пришла посылка и там не доложили, там, я не знаю, какой-то продукт. Это все решается обычно решается на лидере, на ближайшем. Лидер это тот, на ком заканчиваются проблемы. Вот прям запишите. Лидер это тот, на ком заканчиваются проблемы. Сегодня я прям слишком много говорю каких-то таких важных вещей. Не все их воспринимают, но поверьте, эти фразы, они уже годами, годами в голову, скажем так, мне заседали и на разных тренингах, в разных книгах. Это все много раз уже обкатывалось на практике. Поэтому если вы передаете негатив вверх, это значит, что вы еще не лидер. То есть вы еще не приняли на себя ответственность. Поэтому очень важно принять на себя определенные, знаете, такие обязательства о том, что это ваш бизнес. Это не бизнес Маргариты Александра Козулина. Это не бизнес вашего спонсора. Это ваш бизнес. Это очень важно. Это прям вот настолько важно, что люди, у которых другой подход, они не добиваются успеха и результата. Вот когда вы относитесь это как к своему бизнесу, и вы понимаете, что сейчас пришел продукт, там, я не знаю, поцарапанная бутылка, и это ваш бизнес, вы должны решить эту проблему. Вот поверьте, это абсолютно по-другому вы будете относиться к бизнесу. А если вы звоните своему спонсору и говорите, слушай, это до лайф, они, блин, в очередной раз тут накосячили, прислали мне бутылку поцарапанную. Ребят, это значит, что вы еще не в теме. Вы еще не поняли вообще, что такое этот бизнес, что такое промоушен и вообще, кто такой лидер в этом бизнесе. Поэтому, ребят, да, я не говорю, что вы должны там молчать, если есть какие-то проблемы. Да, вы должны обсуждать это с вашим спонсором, но ни в коем случае не вниз, не с вашими партнерами. Все, я надеюсь, что люди это поняли. Если вы это поняли, поставьте плюсики. Я надеюсь, что я кого-то не напугал. И здесь нет тех новичков, которые, знаете, еще, ну, такие принимают решения и думают, надо ли, не надо ли. Знаете, в любом бизнесе добиваются результата профессионалы. В наш бизнес не исключение. Если вы хотите стать профессионалом, нужно становиться профессионалом. Поэтому, да, для новичка, может быть, это будет лишняя информация, говорю вам как есть, потому что люди заходят на эмоциях, но для человека, который принял решение состояться в этом бизнесе, он должен прежде всего понять, что он должен стать профессионалом. А профессионалы, они относятся к делу, ну, профессионально. Правильно? Поэтому я вам говорю, я с вами говорю, как со своими партнерами, как с профессионалами. Так, я вижу здесь поддержку. Супер, значит, все отлично. Плюсики, плюсики даже умножили. Супер. Так, ребят, давайте перейдем к третьему шагу. Может быть, я немножко даже эмоционально это рассказываю, потому что, поверьте, это такие вещи, которые вот, ну, 90% людей косячат на этом. И это нормально, что мы косячим. Нормально, что косячим. Важно, чтобы это нас не выбивало с бизнеса, чтобы мы понимали, что это наш путь, и мы просто через него проходим, делаем выводы и учимся на своих ошибках. К сожалению, мы только на своих ошибках учимся. Как бы не хотелось нам, чтобы наши партнеры учились на наших ошибках, они должны пройти свой путь, они должны пройти через свои ошибки. Это нормально. Третий пункт, который я бы хотел выделить, то, что нужно сделать новичку. После того, как вы, первое, познакомились, настроили свои отношения, договорились определенным образом с вашим спонсором, прошли, скажем так, с ним стартовый тренинг, он вам провел. Второе, вы научились делать ему промоушен и отправили ему вот эти вот написанным промоушен, как его представлять, как его промотировать. Третье, что я бы хотел, чтобы вы сделали, то, что не делают 99% новичков и не только новичков, написали список. Вот, ребят, вот сейчас многие из вас подумают, блин, да какая банальщина, какой список, ты о чем говоришь? Да у нас там CRM-система, да у нас там 13-е, там, я не знаю, самые новые айфоны, у меня все в телефоне, у меня в соцсети, там 150 тысяч подписчиков. Ребята, херня это все. Список вы должны написать. Если вы хотите это делать в какой-то своей CRM-системе, я не знаю, в Excel, вам это удобно? Не вопрос, пишите. Но я убежден, что если вы его напишите на бумаге, это будет работать лучше. Потому что по себе проверил уже неоднократно. Когда ты пишешь человека в список, как-то работает вселенная. Вот кто меня знает, вы понимаете прекрасно, да, что я не тот человек, который там верит в гороскопы, который там как-то чакры открывает и так далее. У нас таких есть достаточно много. Вот я максимально определенный такой реалист, да. Но поверьте, вот это как-то работает, я это проверил уже многократно. Когда ты пишешь человека в список, вот я не знаю как, но через какое-то время ты с ним увидишься, он тебе напишет, или кто-то с ваших общих знакомых вспомнит. Даже если ты не знаешь его номера телефона, ты его просто напиши. Вот напиши, как ты его помнишь. Вася лысый, я не знаю, там девушка с собачкой во дворе. Вот ты не знаешь контакта, но ты просто его напиши в список. Ты его вспомнил, и вселенная тебе даст его контакт. У меня такое было уже сотни раз. Когда вот пишешь человека, ты его встречаешь, хотя до этого не видел его там 10 лет. Вот Гриша рассказывал пример, он написал парню в список одноклассника, который живет в Америке, он не видел его кучу лет. И на следующий день буквально он ему пишет, говорит, Гриша, привет, я приехал в Днепр, давай увидимся. Как это работает? Это работает. Поэтому, ребят, вот просто не задавайте лишних вопросов, уберите сомнения, просто напишите список. И чем он будет больше, тем лучше. Но хотя бы начните, начните. Список новичка, вот мой первый список это 18 человек. Да, вот Гриша подтверждает. Напишите цифру, пожалуйста, сколько человек в вашем списке. Не стесняйтесь, пишите как есть. Если у вас нет списка, напишите минус. Ваши соцсети, ваша телефонная книга, это не считается, это не список. Отдельный список контактов, которые вы пишете специально для DoLife. Вот напишите. Нет списка. Не стесняйтесь, если у вас нет списка, не думайте, что я буду сейчас говорить вам, ой, какие вы плохие и так далее. Вот просто пишите, сколько есть. Если его нет, пишите нет или пишите минус, я пойму, что нет списка. Еще не писала. Ну да, в принципе, у нас же много времени впереди. Еще мы напишем, успеем. Нет. 240 у Кристины. Написаны рукой. Респект. Мы просто живем век, да, диджитала, век блогеров и соцсетей, тиктока и так далее. И мы настолько несерьезно к этому относимся. Но помните, я говорил, да, что профессионалы достигают успеха. И если вы спросите, в принципе, у любого человека, который достиг успеха в нашем бизнесе, я сейчас не говорю про какого-то блогера, которого там миллион подписчиков, он выставил пару сторис и набил себе в чат 10 тысяч человек, и это дало ему какой-то результат. Поверьте, ребят, это недублицируемо. Я думаю, что многие это понимают, что для того, чтобы это сделать, этот блогер проработал кучу лет и сделал свою работу там, до бизнеса, до лайф. И своих лягушек, скажем так, каждый съел уже там где-то. Но если у вас этого ресурса нет, то вам нужно этих лягушек съесть здесь. Поэтому важно вот с нуля, с чистого листа прийти в этот бизнес и делать это с чистого листа. Да, если вы пришли, уже у вас есть опыт, у вас есть команда, ну, понятно, что вам намного проще, вы эту работу уже сделали там. Но я сейчас говорю, как для человека, который с нуля стартует, у которого нет каких-то таких серьезных заслуг, ресурсов, он не директор большой там компании, он не предприниматель там с кучей проектов и так далее. То есть это среднестатистический человек. Поэтому вот я говорю для таких людей, поверьте, это основные люди в нашем бизнесе. Писала, надо обновить, 56 человек. Супер. Мой первый список был 18 человек. И когда мой спонсор спросил, да ты бармен, да ты учился в школе, ты учился в институте, в аспирантуре мы с собой вместе учились, неужели ты знаешь 18 человек? Да у тебя только в группе было больше человек. Я сказал, ну вот кого вспомнил. На самом деле у нас в голове есть фильтры, мы решаем за людей. Правильно? Мы думаем, этому надо, этому не надо. Этот слишком богатый, ему это неинтересно, этот слишком бедный, он не потянет. Вот этот человек там, какие-то еще фильтры включаем. Ребят, вот выключите фильтры. Когда мне мой спонсор сказал, вот выключи фильтры, просто для галочки напиши, вот для галочки, просто напиши, даже без телефона, просто напиши, кого вспомнишь. Вот тогда я уже написал больше, уже было больше 100 человек. А следующий мой список был больше, чем 400 человек, да, потому что я уже понимал, как это работает, и я вспоминал максимальное количество людей. Поэтому я не знаю, вам давать задание, писать список или нет, я не знаю, как вы к этому относитесь, это ваш бизнес прежде всего, но то, что это работает, это факт. Если вы возьмете любого профессионала, который в этом бизнесе, ну хотя бы пять лет, я имею в виду не вообще до лайф, а нашу индустрию, вы поймете, что это человек, которого полно списков. Каждый раз перед каким-то серьезным событием нужно писать список. Это будет не тот ваш список, которым там большое количество людей, список знакомых. Это ваш рабочий список, которым вы позвоните или напишите, пригласите на события. Это нормально. Это те люди, которым вы на протяжении там нескольких месяцев дали информацию, может быть пригласили на какой-то там вебинар, может быть вы с ним пообщались, но он не стартанул, да, что-то ему там помешало, может недостаточно было информации, он вам сказал эти волшебные слова «я подумаю». Вот поверьте, большинство людей не говорит «нет нам», да, и не говорит «да», он говорит «я подумаю». И такие люди, вот они зависшие ни туда, ни сюда. Вот как раз таким людям вам нужно позвонить, может быть раз в месяц, может раз в полгода, напомнить о себе, пригласить на какое-то мероприятие, пригласить на вебинар по продукту, пригласить на какую-то, я не знаю, живую встречу с вашим спонсором. Вот это наша работа, ребят, вот наша работа, работа со списками, список – это ваш капитал, и об этом вы будете много раз слышать, о том, что список – это ваш капитал в этом бизнесе, и чем он больше, тем вам легче работает, да, потому что вы не саботируете себя в голове, у вас нет такой проблемы, да, у вас список 10 человек, 5 человек вам сказали «нет», и вы думаете, блин, 50% бизнеса, все, ну у вас как бы начинается в голове какой-то саботаж. Поэтому очень важно писать большие списки. Это был третий пункт. Здесь я вижу, понятно, что многие постеснялись, не написали. Я вам скажу так, по своему опыту, 90% людей, у них нет списка. Ребят, о каком профессионализме мы можем говорить, если у нас банально пункта номер один нет? Ну, пункт номер один – это обычно мечты, цели, да, как бы я это пропустил, да, потому что это самое важное, это важно, в принципе, в любом бизнесе, да, когда у вас есть какие-то амбиции, мечты, цели, причины что-то менять. Это обычно вы обсуждаете на стартовом тренинге с вашим спонсором, это пункт номер один, который, в принципе, и сегодня я говорил. Но список – это самое важное, это тот первый шаг, с которого нужно начинать. Но мы обычно делаем по-другому, да, мы начинаем кому-то писать, кому-то что-то рассказывать, рекламировать там какие-то продукты, но мы не написали список. Это, ребят, ну, это такое, знаете, это как стрельба с пушки по воробьям. Ну, или, я не знаю, какой пример еще привести. Это, знаете, когда вы играете в футбол, но без ворот. Ну, не знаю, как еще. Короче, даже сложно привести какую-то аллегорию. Короче, ребят, список – это третий пункт, который важно, чтобы он был. Четвертый пункт. Четвертый пункт, наверное, вот прям из таких очень важных, да, что я вам скажу. Наверное, это ваш планировщик. Что я имею в виду планировщик? Это ваша дисциплина. Вы можете по-своему это вести, да. У нас в команде есть планировщик, который мы распечатываем, и кто-то вешает на холодильник, кто-то, я не знаю, где-то там на видное место. Это просто, знаете, вот 30 клеточек, 30 таких столбиков, вернее, где вы пишете количество проведенных встреч, количество людей, которые подключились, количество там повторных звонков, сколько времени вы посвятили там самообразованию, там 30 минут в день, допустим, да, или 15. В начале месяца, в начале расчетного периода вы пишете свои цели, допустим, там личный оборот, 500 баллов, количество проведенных встреч. Вот я уже заканчиваю, а некоторые только присоединяются. Я надеюсь, это их выбило, и они пришли. Ну, иначе смысл, да, вот человек сейчас зашел за 8 минут до конца, вот, ну, ладно. Это тоже, кстати, да, но вот вопрос как бы дисциплины. Планировщик – это то, что у вас должно быть. Вы можете планировать себе, я не знаю, есть куча приложений, которые помогают это делать. Есть просто банально там Google календарь, да, вы можете чем угодно пользоваться, может, ежедневник вы ведете. Но суть в том, что если у вас нет плана действий, то, ну, я не знаю, ученые, по-моему, говорили, да, что план действий – это уже как бы половина успеха, да, или там другие цифры. Но я по себе знаю, что если я с вечера не составил план действий, это не касается, в принципе, доу-лайф любого, то мой день проходит не так эффективно, и половину действий я не делаю. Конец вечера, и я чувствую себя плохо, чувствую себя неудовлетворенно, потому что я не сделал, ну, короче, я не молодец. Вот когда у меня есть план с вечера записанный, хотя бы три пункта важных, самых важных, да, то к концу вечера потом я понимаю, что я молодец, я выполнил эти три пункта, плюс сделал еще то-то-то, я заслужил там какую-то, я не знаю, вкусняшку, ну, я образно говорю, да, может быть, там, заслужил посмотреть фильм с семьей и заслужил поехать на подводную ходу, мое любимое хобби, да, то есть каждый из себя поощряет, как хочет. Поэтому очень важно, вы должны быть сфокусированы на действиях, то есть каждый месяц вначале вы ставите себе определенные цели, и потом по итогу месяца вы смотрите на этот планировщик и смотрите, что вы сделали. Очень часто нам кажется, мы столько всего сделали, мы так переработали, мы же любим учиться, да, мы любим посещать вебинары, слушать Сергея, мы любим какие-то развивающие, я не знаю, там, видео или книги или так далее, это классно, это даже как наркотики надо действовать, но действовать, ну, как бы страхи есть, поэтому действовать как-то не очень. И вот этот, мы создаем видимость такой деятельности, но по факту потом в конце месяца, когда мы начинаем подбивать, мы понимаем, что мы только трем или четырем новым людям рассказали про Доу-Лайф, да, а по статистике каждый десятый подключается, и вот вам результат. Через три месяца может быть один партнер подключится, и то не факт. И подумайте, ну, как это будет работать, ваш бизнес будет расти или нет, потому что на стартовом тренинге люди часто заявляют, через год я хочу быть менеджером, я хочу поехать в путешествие, я хочу получить машину через год. Окей, давай разобьем по месяцам, да. Получается, что в месяц мы должны проводить там порядка 30 встреч. Ага, ну, 30 встреч там в Zoom или лично, ну, в принципе, как бы человек говорит, ну, да, я могу одна встреча в день всего лишь, но когда проходит там первая неделя, он не провел ни одну встречу или одну, да, он понимает, что, ага, блин, черт, что-то я с графикой сбился. Поэтому очень важно ставить себе какие-то адекватные цели, для этого вам спонсор поможет. И потом их корректировать. Если это не ваш темп, вы не можете проводить 30 встреч, окей, сделайте 15 встреч, сделайте 10, но это нужно делать регулярно. Поэтому вам, планировщик, очень важно, и это четвертый пункт, да, я не ошибся, да, четвертый пункт – это ваша дисциплина. Может быть, у вас какие-то другие инструменты, может, вы по-другому себя дисциплинируете, но важно, вы должны четко вести свой бизнес, вы должны понимать, с кем вы пообщались, кому вы дали какую информацию. Сейчас очень классно виртуальный презентер, да, кто-то работает с другим инструментом, но мы в нашей команде работаем с виртуальным презентером. Это просто офигенный инструмент, я вам скажу так, потому что там есть и система обучения, там есть и список контактов, там есть четко напоминалки, сейчас есть приложение. Это просто вот очень крутой инструмент. Если вы себе еще не приобрели его, там есть демо-версия, попробуйте, она ограничена, но, в принципе, суть понятна. Я себе его приобрел сразу же и очень доволен этим инструментом. Я уже не говорю про бонусы, которые там есть, там есть и ваша страничка захвата, там есть и обучение для новичка пошаговое с заданиями. Короче, это инструмент, который, ну вот прям, ну его нужно. Там сейчас добавили геймификацию, да, то есть вы зарабатываете какие-то определенные баллы, монеты. Короче, это крутой инструмент, но почему-то им многие не пользуются. Вот не буду вас просить ставить плюсики и минусы, потому что понимаю, что многие им не пользуются. Пятый пункт, и у меня осталось буквально 4 минуты. И пятый пункт, наверное, я вам скажу то, что нужно сделать, да, как бы еще раз повторю. Первое, вы должны наладить отношения с вашим спонсором, да, то есть вы должны напроситься к нему на стартовый тренинг и показать, что вы достойны, чтобы в вас вкладывали свое время. Поверьте, потому что вкладывать время в людей, которые балаболы, никто не хочет. Поэтому очень важно делать какие-то, ну показывать своими действиями, не просто на словах, а действиями показывать, что вы действительно хотите. Вот второй пункт, напоминайте мне, да, о чем я говорил. То есть первый пункт мы со спонсором, второй пункт мы научились делать промоушен вашему спонсору и, в принципе, всему, что позитивно влияет на ваш бизнес. То есть промоушен продукту, промоушен компании, промоушен вебинарам, событиям, живым событиям, ну и главное спонсору, да, это то, на чем я делал акцент. Третье. Что третье? А ну-ка, давайте, напоминайте мне. Вот я так много говорил. Что делать, когда купил БХС, я так понимаю, не так круто. Вот, Юля, я тебе сейчас не дам ответ, потому что я не пользуюсь БХС, честно тебе скажу. На самом деле я знаю, что он крут, он круче, чем виртуальный презентер, но он недоработан, да, потому что это недоработан, ну и виртуальный презентер постоянно дорабатывает. Недоработан он в том плане, что там не все переведено, поэтому мы выбрали для себя виртуальный презентер, но я знаю, что по функционалу БХС еще круче и более настраиваемый. Поэтому этот вопрос не ко мне, это вопрос к вышестоящему спонсору, но никто не мешает попробовать виртуальный презентер, ну, демо-версию хотя бы. Вот и все. Так, еще если есть вопросы, да, мне тут подсказали список. Список, да. Список третий, четвертый планировщик. Супер. Какие вы внимательные. Вот это я понимаю, круто. Вот приятно работать с такими людьми, которые не просто, знаете, там сейчас слушают Zoom и там что-то пуховарят на кухне или с кем-то общаются, которые действительно в теме, вот они здесь присутствуют, здесь и сейчас. Супер. Ребята, девчата, у вас будет, я уверен, у вас большое будущее в DoLife. Даже есть какие-то сложности, это нормально. У всех они есть, у всех они были, главное не останавливаться, делать действия. Пятый пункт. Вы знаете, я бы хотел рассказать вам о дубликации, только с той стороны, знаете, что, ну вот я обещал дать пять пунктов, что нужно сделать, да. Дубликация – это такая штука, которая, ну как бы это вообще понятие, не то, что нужно делать, но я хочу вам как бы так объяснить. Короче, чтобы вы понимали, что все, что вы делаете, это все дублицируется. Поэтому важно делать правильные вещи уже на старте. Вот прям запишите себе о том, что вашу историю старта вы будете рассказывать тысячи раз. Вот прям запишите историю вашего старта, вы будете рассказывать тысячи раз. И теперь подумайте, насколько хороша ваша история. А наш бизнес – это бизнес историй. Истории по продукту, истории по бизнесу. Вы помните, я вам вначале говорил, когда говорил, что нужно пользоваться продукцией, лично активно сделать, о том, что важно получить личный результат по продукту. Точно так же важно получить личный результат по бизнесу. Поверьте мне, большинство людей, которые здесь состоялись, если бы они не получили результат, их бы, наверное, не было в бизнесе. Это нормально, да. Мы все люди, если у нас нет результата, но мы что-то хотим менять. Точно так же и в Doolife точно так же важно получить быстрый результат. Поэтому сделайте так, чтобы ваша история старта, может, это будет рестарт. Это нормально абсолютно. Я вам сейчас расскажу опыт многих людей. Но сделать так, чтобы, когда вы пришли рассказывать своему новичку, как вы стартовали, вам было не стыдно. И чтобы вы не говорили, ну, ты знаешь, я стартовала на 150 баллов, у меня тогда денег не было, там я, ну, короче, тяжелая ситуация, но правильно стартовать на 500. Ребят, ну, это дубликация. Поверьте, 90% ваших людей будет стартовать на 150 баллов. Работа сделана та же, количество действий тоже, времени тоже, но просто результат другой. Если у вас все стартуют на 150 баллов, ну, поверьте, будет абсолютно другой результат. Можете поиграться дома на калькуляторе. У вас в команде тысячи человек все стартовали на 500, или в команде тысячи человек все стартовали на 150. Я не буду вам приводить результат, но поверьте, это колоссальная разница. То есть правильно, вы должны правильную дубликацию закладывать уже на самом старте. Я хочу вам рассказать напоследок одну, ну, скажем так, статистику, да, о том, что большинство людей, которые достигли больших результатов в нашей индустрии, это те люди, которые делали... ...неоднократно рестарт в своем бизнесе. Что я подразумеваю под рестартом? Они, знаете, вот собирались с какими-то, ну, своими амбициями, силами и вкладывались буквально в один, два, три месяца. Ну, мы все люди, да, мы не можем постоянно быть в каком-то жестком темпе, да, нам нужно отдохнуть банально, да. Поэтому очень важно, что эти люди на протяжении там всего периода делали несколько вот таких вот рывков, да. И эти рывки, они давали им хороший результат. Да, потом они так же, как и все мы, расслаблялись, это нормально. Но важно, что вот эти рывки, они делали, может, кто-то раз в год делал, может быть, кто-то там чаще или реже. То есть сделали такой марафон в бизнесе, да, когда они ставили бизнес на первое место. Вот реально, бизнес на первое место, и вот тогда у вас глаза горят, вы полны энтузиазма, вперед. Вы поставили цели, и вы своим кандидатам демонстрируете, слушай, с тобой или без тебя, я этот бизнес сделаю. Мне пофиг на твое решение, дружище. Я это сделаю. Хочешь, погнали со мной. Не хочешь, все, свободен, следующий. Ну, я так, может быть, грубо говорю, да, но суть должна быть такая. У вас должна быть четкая осанка, вы должны четко понимать, что вот поезд, вы прете, вы локомотив. Хочешь, со мной запрыгивай. Не запрыгиваешь, все, давай, поехали. Может быть, следующий вагон получится. Вот никого не ждете, вы просто идете к своим целям. Вот если у вас будет такая вот осанка, если вы будете вот такую дубликацию закладывать, если вы будете понимать, что вы должны стать лидером, и вожак задает скорость стаи, вот тогда у вас будет большой бизнес. Вы знаете, я сейчас вот это все говорю, я говорю не сколько для вас, сколько для себя. И вот поверьте мне, что каждый раз после вот такого вебинара, когда я с кем-то общаюсь, я себя, я себя прежде всего мотивирую. И знаете, здесь все взаимосвязано. Если я ни хрена не делаю, я себя не мотивирую. У меня падает энтузиазм. Мои партнеры это видят. Это все дублицируется. Очень важно, вот знаете, это такой вот замкнутый круг. Если вы посещаете события, какие-то вебинары хотя бы, да, вы наполняетесь какой-то определенной энергетикой. Почему важно подпитываться? Каждый понедельник нужно быть на вебинаре. Ребят, ну без этого никак. Вы пропустили один вебинар, все, вы на неделю выпали. На следующей неделе вы уже, может быть, у вас не будет мотивации идти на вебинар. И все, вы постепенно выпадаете с бизнеса. Ребят, никто не уходит резко с бизнеса. Все постепенно. Они сегодня пропустили вебинар, завтра не сделали личную активность, послезавтра не пообщались со своим спонсором, потом подумали, ой, да я что-то, наверное, как-то жил и без Дуалайф. Ну, пока отложу на потом, до лучших времен. Ребят, все, вы на кладбище Дуалайф. Вас нет в Дуалайф. И потом, знаете, проходит время, и вы сможете, ну, может, кто-то с ваших знакомых скажет, слушай, тут есть, короче, классный бизнес. Вот мне предложили, я сейчас стартанул, я хочу тебя привлечь в этот бизнес. И ты говоришь, а что за бизнес Дуалайф? Ты говоришь, ой, ты знаешь, три года назад я был в этом бизнесе. Ну, что-то там, я пропустил пару вебинаров, потом как-то я подумал отложить, и вот подумал, может, сейчас заняться. А этот парень скажет, дружище, это я уже вот машину получил от компании. И сейчас тебе хотел рассказать. Оказывается, ты профукал свою возможность. Ты бы мог меня подключить в этот бизнес. И я был бы в команде твоей, уже с машиной. Я был бы менеджером у тебя в команде, дружище. А ты подумал, блин, черт, ну я просто прощелкал. Поэтому, друзья, на этом я хочу закончить. Я надеюсь, что было полезно. Если кто-то что-то не понял, проконсультируйтесь со своим вышестоящим спонсором, потому что, поверьте, только он заинтересован больше, чем вы, чтобы вы состоялись в этом бизнесе. Почему больше, чем вы, потому что порой так это и есть. Ваш спонсор заинтересован. Поэтому, друзья, всем хорошего вечера. Надеюсь, было полезно. Запись сохраню, сброшу. Новичкам прям конкретным, которые принимают решение, не нужно ее сбрасывать, потому что что-то может отпугнуть их. Но для тех, кто принял решение, кто уже строит бизнес, возможно, это будет полезно. Я надеюсь, это будет полезно. Все, всем хорошего вечера. Всех был рад видеть. С телефона, к сожалению, да, не видел многих, но я надеюсь, что меня было хорошо слышно и видно. Все, вижу чат. Благодарю. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok